Так, дорогие мои, всем доброе утро. 19 апреля, Москва, налогово-экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, у нас сегодня с вами в выпуске. Медицина, техника, одежда и обувь. Рейтинг непредвиденных трат россиян за год. Социологи оценили уровень финансовой растерянности россиян. Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как чрезвычайный налог. Молодым IT-специалистам планируется упростить предоставление льготной ипотеки. Стоит ли России строить экономику на принципах современной денежной теории? И Федеральная налоговая служба добавила список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. И далее мы с вами посмотрим, что же это за автомобили. Итак, медицина, техника, одежда и обувь. Рейтинг непредвиденных трат россиян за год. Более половины россиян, 76%, за последние 12 месяцев сталкивались с непредвиденными тратами. Рейтинг непредвиденных трат медицины и лекарства 50%. То есть фактически каждый второй за последний год был в такой ситуации, что пришлось раскошелиться на покупку медикаментов и проведение обследований своего здоровья. Покупка бытовой техники или электроники 31%, покупка одежды и обуви 30%. Одновременно с этим доля тех, кто откладывает деньги про запас, увеличилась с 29% в 2011 году до 44%. При этом 76% опрошенных сталкиваются с непредвиденными тратами. Что это за целевые группы? Это молодые россияне в возрасте от 24 до 35 лет, 83%. Трудоустроенные 80% россияне из семей, в которых проживает 4 человека и более 83%. Люди с высшим образованием – 81%. То есть вы видите, даже наличие высшего образования вас не уберегает от того, что у вас вдруг не будет таких непредвиденных трат. Дальше, значит, 24% ни разу не сталкивались с непредвиденными расходами. Что это за целевые группы? Это член многодетных семей – 35%. Россияне старше 45 лет – 27%. Те, кто имеет низкий уровень дохода – 29%. Самая основная категория непредвиденных трат – это незапланированные расходы на свое здоровье. Далее, оплата кредитов и займов – 15%. Образование – 10%. Аренда жилья и покупка бытовой химии – по 9%. Косметики и парфюмерии – 8%. Развлечения – 8%. И путешествия – 7%. Но какие здесь лекарства? То есть какое здесь лекарство от того, чтобы спастись от таких непредвиденных трат? Надо их запланировать, эти непредвиденные траты. Нужно провести анализ своих расходов за год и посмотреть, на что вы тратили деньги. Под это создать целевые фонды и на ежемесячной основе систематически откладывать в эти фонды определенный процент от вашего заработка. Все просто. Возвращаемся. Социологи оценили уровень финансовой растерянности россиян. А результаты глобального опроса в 56 странах показали, что в России самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе. Половина россиян не знает, хочет ли она забрать выигрыш сейчас или через год, но в двойном размере. Это максимальная доля среди 56 стран, где проводилось исследование. Чем больше доля тех, кто предпочитает отложенный, но удвоенный выигрыш, тем выше стабильность. Чем выше уровень жизни в стране, тем больше ее граждане предпочитали соответственно отложенный выигрыш. Это просто констатация факта того, что сейчас происходит. Действительно, в обществе очень высокий уровень неопределенности. И большинство людей считает, что хорошо бы... Что, собственно... А, кстати, они у нас даже и не понимают, как бы когда... А что они хотят? Что они хотят? Заборать деньги прямо сейчас, либо подождать через год? Поэтому удивительным фактом просто является то, что Россия лидирует в этом списке. А может быть, неудивительным, для кого-то очень предсказуемым. Следующая новость. Опс, мы перескочили. Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как чрезвычайный налог. Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как налог чрезвычайного характера. Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в налоговом кодексе. Под обязанность уплаты на сборы попадут не только российские, но и иностранные компании с постоянным представительством России. Налоговая база принимается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 год не превышает прибыль за 2018-2019 годы, и если она составляет менее 1 миллиарда рублей. МСП, сразу успокаиваем, этот налог не платят. Платить нужно уже сейчас. Вы видите, что является чем-то новым, чем-то интересным. То, что предлагается закрепить этот вид сбора на постоянной основе в налоговом кодексе. То есть, в принципе, когда в любой момент, когда потребуются дополнительные средства в бюджет, то есть, ссылаясь на эту норму закона, можно будет сказать, ребята, нужно доплатить еще. Вот, я под этим видео оставлю ссылку на наш эфир, в общем-то, где обсуждался этот чрезвычайный налог, это дополнительный разовый взнос из бизнеса в рамках РСПП, съезда промышленников и предпринимателей, который прошел, соответственно, в РСПП. Мы делали отдельный запись, отдельный каст на эту тему, отдельный выпуск на эту тему. Я бы могла вам добавить неопределенности, но не буду. Все-таки вы же на канал приходите за новостями позитивными. У нас, в общем-то, в основном позитивная тематика. Возвращаемся. Возвращаемся. Напомню, это всего лишь проект, он сейчас находится в стадии обсуждения. Однако, цифра в 90 миллиардов рублей, в общем-то, является таким фактом. Сколько выдали сотрудникам IT-компаний ипотеки на льготных условиях? Стоит ли России строить экономику на принципах современной денежной теории? Что является фактом? Факт – это разворот экспортно-импортных поставок с Запада на Восток. Фактом является то, что Россия получила мощнейший, мощнейший просто стимул к снижению сырьевой зависимости и развитию собственной промышленности в критически важных отраслях экономики. Ну и бюджетная политика будет временно смягчаться, как и в любой кризис. Государство берет на себя основное время поддержки экономики. Монетарная политика будет оставаться пока нейтральной или сдерживающей, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. Ну, я вам просто, вы вчера, наверное, видели наше короткое анонс сегодняшнего события. Напомню, у нас сегодня доклад нашего эксперта на закрытом круглом столе в МГУ на тему к вопросу о моделировании системы управления устойчивым социально-экономическим развитием суверенных стран в условиях формирования многополярного мира. Если нам удастся, я включу прямой эфир на YouTube. Если не удастся, потом посмотрите в записи на нашем канале. Следующая. Федеральная налоговая служба добавила в список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, 449 моделей дороже 10 миллионов рублей. Так, и что же? Какие же это марки? Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Cadillac, Aorus и Bugatti. В общем, если вы счастливый обладатель этих марок автомобилей, имейте в виду, что теперь у нас обновилась информация по налогу на роскошь. Мы приглашаем вас пройти стратегическую сессию. Можно, в принципе, ее переименовать в сессию «А что делать?» по итогам аж целых трех эфиров на нашем YouTube-канале. Поэтому, если вы в растерянности, не знаете, что делать, пожалуйста, пишите нам на почту. Сейчас я посмотрю, какая здесь почта у вас указана. news.garamava.ru И, пожалуйста, приходите, мы с вами пообщаемся. Это платная консультация. Наше время стоит денег, поэтому приходите к нам, и мы вам расскажем, что вам делать дальше. Консультация проходит в Zoom-формате. Вы приходите, рассказываете свою проблему, рассказываете, что у вас за бизнес. Мы консультируем не частных лиц пока, а B2B-шный бизнес, то есть бизнес-то-бизнес, наша консультация. В основном наша целевая аудитория – это малый и средний бизнес плюс. Ну и, собственно, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей. Всех обнимаю. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok